В городе Семилиствине с традиционно в День защиты детей проводится городской фестиваль Лабытнанги «Адрес детства». В этом году он стал одиннадцатым по счету. Рай Ермолаева побывала на всех площадках и готова рассказать, чем запомнится первый день лета. Десять утра. Традиционное открытие городского фестиваля Лабытнанги «Адрес детства». В этом году на площадке Центра детского и технического творчества. Зажигательный клоун устроил для мальчишек и девчонок целое представление. С танцами и играми. Как живете? В городе! Нет! Вы должны сказать, вот так! Спортивные состязания продолжили фестиваль. В легкоатлетической эстафете самые быстрые продемонстрировали свои скоростные способности. Оставь! Держайся! Внимание! Марш! Вперед! Вперед! Я поучаствую в забеге на 30 метров. И здесь происходят разные мини-игры. И сейчас мы будем перепрыгивать через скамейки. Скамейки, а точнее импровизированные нарты. Именно через них необходимо перепрыгнуть ребятам, чтобы показать свою силу и ловкость. Организаторы уверены, что День защиты детей запомнится не только веселыми играми, спортивными состязаниями, но и поучительными мастер-классами, познакомиться с которыми можно было в стенах детских учреждений. Дети любят внимание, дети любят смех, любят игры, дети любят замечательные подарки. И мы постараемся сегодня сделать все по максимуму. По максимуму творческие используя удалось провести время в центрах детского и технического творчества. Ведь именно здесь развернулась настоящая площадка для задумок и воплощения идей, сюрпризов и подарков. В творческой мастерской «Летний букет» можно было своими руками из гофрированной бумаги изготовить красивый цветок, внутри которого сладкий презент. Берешь нитки, бери нитку, нитку бери, наматывай побольше. А это мастер-класс по созданию художественных фотографий. Немного фантазии, необычного реквизита, парики, шляпы и вуаля, необычный образ готов. Ребята вжились в роль. Каждый свой образ находил. У них очень много фантазии. Они молодцы. Сегодня можно было попробовать себя не только в роли фотомодели, но и стать на время техником. Посмотреть, потрогать и даже поиграть на музыкальных инструментах. Ребята помладше учились делать из бумаги самолётики. Постарше – технику из лего. Вот это стёклышко можно использовать как лобовое стекло. Вот такие вот прозрачные можно использовать как фары. Павел Логинов мечтает стать инженером-конструктором. Он любит собирать различный транспорт. Поэтому именно этот мастер-класс Паше пришёлся по душе. Здесь интересно. Здесь можно собрать всякие машинки, домики, самолёты, станции для вертолётов. Ты сегодня что решила сконфицировать? Машину. Мастер-классы, развлекательная, игровая, спортивная программа позже продолжились на площади Нака. Здесь можно было и в караоке спеть. И преобразиться с помощью аквагрима. А ещё отведать вкусного праздничного пирога, порисовать мелками на асфальте или карандашами на мольберте. Я рисую крошу. А почему именно его? Мне он нравится. Он весёлый. И он радостный. Я пришла вообще с классом из лагеря. Ну, я пришла просто поразвлекаться всё-таки, за счёты детей. Как вы здесь развлекаетесь, что делаете? Гуляем, по магазинам ходим. Тут всякие конкурсы, развлечения. Приглашаем на тебя. Весело. Очень. У меня весёлое, хорошее, потому что я знаю, что сегодня мой день. Всё такое весёлое и яркое. Даже погода настроилась, как будто бы весь снег растал, уже лето. До семи вечера на площади Нака продолжалась развлекательная программа, благодаря чему в ней смогли принять участие и самые маленькие лабытнанцы. Первый день лета на фестивале детства встречали Рая Ермолаева, Максим Мячин, Григорий Волков. Программа «Время местное». Рая Ермолаева, Максим Мячин, Григорий Волков.